Более 39 миллионов долларов были приведены за последние два месяца из Российской Федерации для срыва выборов в Молдове. К такому выводу пришли правоохранительные органы в ходе расследования схемы подкупа избирателей. Информацию обнародовал начальник генерального инспектората полиции Виорел Чернауцану на пресс-конференции, состоявшейся 24 октября. Было осуществлено более миллиона четырехсот транзакций, которые оставили следы после соответствующих операций в ПСБ-банке. И только в системе операторов связи и специальных следственных мероприятий насчитывается 138 тысяч 448 уникальных номеров, которые контактировали с ПСБ-банком в Республике Молдова, задокументированных до вчерашнего дня. Начальник ГИП объяснил, что речь идет о гражданах, которых убедили сказать «нет» на референдуме по изменению Конституции, а также поставить галочку напротив конкретного кандидата. По словам Чернауцану, действия по подкупу избирателей начались еще весной. Это подтверждается теми почти 140 тысячами человек, которые в этот период открыли счета в Промсвязьбанке из Российской Федерации, находящимся под международными санкциями. Переведенные деньги доходили до гораздо большего числа людей. Пользователи счетов также были посредниками. В результате обысков, проведенных 23 октября, было изъято около 175 тысяч шлеев. Деньги предназначались для подкупа избирателей и должны были быть розданы более чем 330 людям из 19 населенных пунктов. Человек, который выполнял роль координатора коррупционного процесса, был задержан на 72 часа. В то же время они сообщили, что местный представитель политического блока «Победа», задержанный два дня назад, был помещен под домашний арест по решению суда сектора Чиканы в Кишиневе. Речь идет о Раисе Сурду, известной как тетя Рая, в журналистском расследовании Зиарл Дегарде о схемах финансирования беглого олигарха Илона Шора. Полиция также обнародовала аудиозапись, на которой подозреваемые, причастные к коррупционным схемам избирателей, рассказывают о том, как скрыть полученные от артистов деньги. Только в течение октября правоохранительные органы смогли зафиксировать и остановить деятельность нескольких телеграм-ботов, приостановить 97 групп, где людей обучали, как получить доступ к системе ПСБ и в конечном итоге воспользоваться финансовыми средствами. В результате расследования этого дела более 500 человек были оштрафованы на 37,5 тысяч леев. Напомним, что в начале месяца полиция сообщила, что более 130 тысяч молдаван получили деньги из Российской Федерации через схемы подкупа избирателей, организованные сбежавшим олигархом Илоном Шором. По данным ГИБ, только в сентябре было переведено около 15 миллионов долларов. Эти деньги предназначались для подкупа избирателей и финансового снабжения некоторых партий. Бежавший в Москву Шор заявил, что на самом деле масштабы денежных переводов и количество вовлеченных людей намного больше, чем заявлено полицией и прокуратурой. Нельзя отменять выборы, несмотря на фальсификации, но судебной власти стоит работать усерднее. 24 октября президент Молдовы Майя Санду, кандидат от партии «Действия и солидарность», заявила, что если бы не подкуп голосов, то победа на президентских выборах и референдуме могла бы быть более уверенной. Глава государства особое внимание уделила судебной власти, отметив недостаточную прозрачность и работоспособность структуры. «Все эти годы судебная система Молдовы выступала против проведения любых чисток и не смогла завершить дела о коррупции на высшем уровне. Я призываю государственные институты обеспечить честность избирательного процесса, обнародовать доказательства фальсификации и наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная власть не очнется даже сейчас, если закроет глаза на продажу страны, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетие». Лидер страны также утверждает, что хотя государственные учреждения проинформировали её о существовании сети по подкупке голосов и спрашивали о возможности признания выборов нелегитимными, Санду ответила, что избирательный процесс нельзя останавливать. «Избирательный процесс не должен останавливаться по одной существенной причине. Массовое, искреннее и свободное волеизъявление граждан, которые голосовали с любовью к своей стране, не может отменить никто». Напомним, 21 октября Майя Санду после обнародования предварительных результатов выборов президента заявила, что организованная преступная группировка могла купить до 300 тысяч голосов избирателей. Отметим, по данным Генерального инспектората полиции, только в сентябре из России в Молдову было переведено около 15 миллионов долларов для подкупа избирателей и финансирования некоторых партий. От 12 до 192 леев столько было потрачено на один голос в первом туре президентских выборов, который состоялся 20 октября. Это показывает анализ приведенной компанией iData. Согласно опубликованным данным, независимый кандидат на пост президента Наталья Морарь заплатила за каждый голос, отданный за нее, по 192 лея. Это стало самой высокой суммой. Напротив, кандидат Александр Стояногло, выдвинутый социалистами, потратил на каждый голос по 12 леев. Наталья Морарь, которая участвовала в выборах как независимый кандидат, потратила больше всех средств на каждый голос. Она задекларировала Центральной избирательной комиссии расходы более чем в 1 миллион 800 тысяч леев. Однако на выборах ее поддержали всего 9444 человека. Простой расчет показывает, что Морарь заплатила 192 лея за один голос. Второе место в этом рейтинге занимает Андрей Анастаси. Каждый голос ему обошелся в 92 лея. В общей сложности его поддержали 9946 избирателей. Далее идет Тудор Ульяновский. Для проведения своей избирательной кампании он задекларировал в ЦИК расходы в размере 523 678 леев. Соответственно, каждый полученный голос обошелся ему в 66 леев. Находившийся дольше всех в должности премьер-министр Василий Тарль вложил по 49 леев за каждый полученный голос. Бывший башкан Гагаузи Ирина Влах потратила по 33 лея, а бывший мэр Бельц Рената Усатый и экс-премьер Иоан Кику по 29 леев. Кандидат от избирательного блока Эмприуны Октавиан Цику заплатил по 20 леев за каждого своего сторонника, а бывший антикоррупционный прокурор Виктория Фуртуна официально потратила на один голос всего 13 леев. Кандидаты, прошедшие во второй тур Майя Санду и Александр Стояногла заплатили меньше, но набрали больше всех голосов. Действующая глава государства, кандидат от ПАС, заявила, что расходы на предвыборную кампанию составили около 10 миллионов леев. Получается, что за каждый голос она заплатила по 15 леев. Кандидат в президенты от социалистов заплатил еще меньше. Замыкает рейтинг Александр Стояногла с расходами более 4,6 миллионов. Он заплатил по 12 леев. Кандидат в президенты Александр Стояногла считает, что граждане Молдовы обязаны знать русский язык. В эфире телеканала «Эксклюзив ТВ» 23 октября Стояногла заявил, цитата, «Молдове необходимо продвигать политику терпимости к людям всех национальностей, которые живут в стране, независимо от того, на каком языке они разговаривают». Дети, которые оканчивают у нас школу, независимо, на каком языке они обучаются, должны знать молдавский язык, румынский язык на уровне, который позволял бы им свободно интегрироваться в молдавское общество. Граждане страны должны знать и русский язык, потому что это одно из редких наших преимуществ. Мы не можем строить страну только на моноязыке. Своё заявление кандидат аргументировал тем, что в соответствии с европейскими стандартами, которые касаются прав человека, людей не могут ограничивать в праве говорить на родном языке. «Если мы хотим сохранить в стране, говорю, вот эту межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир, мы должны уметь общаться друг с другом и на государственном языке, и на языке общения». Напоминаем, что Александр Стояногла, кандидат, выдвинутый ПСРМ, бойкотировал референдум о вступлении нашей страны в ЕС. Он также имеет румынское гражданство, а обе его дочери учились и работают в Европейском Союзе. Кандидат в президенты от электорального блока «Эмприун» и Октавиан Цику, который получил менее 1% на выборах, призвал Маю Санду кандидата от ПАС провести переговоры с проевропейскими партиями, чтобы одержать победу во втором туре голосования. Его обращение было опубликовано 24 октября, на его странице Facebook. «Госпожа Маю Санду, пригласите к диалогу блок «Эмприуны», соберите лидеров блока и обсудите, потому что они являются полицией нравов политики Республики Молдова, поскольку именно оттуда платформа «Да», которой вы относитесь и с которой вы продвигались в политику. Если вы сможете достичь согласия с блоком «Эмприуны», победа будет вам обеспечена. Без Шора, без Плохотнюка, без Додона». Тем не менее, Цику не постеснялся критиковать нынешнюю главу государства за некоторые решения, принятые в прошлом. «Вы никогда не обращали внимания на то важное, что я сказал в 2021 году, госпожа Маю Санду. В 2021 году я сказал, госпожа Маю Санду, что нам нужно создать блок про европейских и унионистских сил Испас, платформы «Да» и «Пун». Вы выбрали идти самостоятельно и были уверены, что всё будет хорошо, и исключили из уравнения правительства компетентных людей. В то время как Цику призывает Санду к обсуждениям, второй кандидат на выборах Александр Стояногло встретился утром 24 октября с мэром муниципия Кишинев. Об этом Ион Чибан сообщил на своей странице в Facebook, подчеркнув, что остаётся верен развитию столицы Республики Молдова на пути к европейской интеграции. Он обозначил несколько тем, которые он обсудил со Стояногло, среди которых реализация проекта строительства кольцевой дороги Кишинева, учреждения муниципальной полиции во всех населённых пунктах Молдовы. Продвижение и утверждение проекта по парковкам в Кишиневе и по всей стране. В том же сообщении мэр отметил, что хотел бы обсудить вопросы и с Майей Санду, кандидатом ПАС. Представители предвыборного штата Санду отказались комментировать ньюсмейкеру предложение Чибана. Отметим, что второй тур президентских выборов состоится 3 ноября. Борьба развернётся между кандидатом отпас Майей Санду и бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло, выдвинутым социалистами. В первом туре действующий президент смогло убедить 42,49% избирателей в том, что заслуживает второго срока, тогда как Стояногло набрал 25,95% голосов. Пока не ясно, как будут распределяться голоса на выборах 3 ноября, поскольку Тудор Ульяновский и Ренат Усатый ещё не определились, кого из кандидатов поддержат во втором туре, а Ион Кику категорически отказался поддерживать Санду. Андрей Настайси дал понять, что не будет призывать своих избирателей голосовать ни за кого из претендентов на президентский пост, уточнив, что голоса людей, проголосовавших за него, принадлежат гражданам. Более 5500 семей в Республике Молдова получат в ноябре единовременную помощь в размере 3000 леев от государства. Объявление было сделано министром труда и социальной защиты Алексеем Бузу на его странице Facebook. Получателями этой помощи являются семьи, в которых есть дети с тяжёлыми формами инвалидности. Правительство уведомит каждую из этих семей. Они смогут получить эту выплату автоматически. Им не нужно подавать заявки или собирать документы. Министр также уточнил, что родители или законные опекуны детей смогут получить деньги в почтовых отделениях по всей стране на основании удостоверения личности. Кроме того, он отметил, что и в прошлом году в декабре в рамках реформы «Рестарт» семьи с детьми, имеющими тяжёлые формы инвалидности, получили единовременную выплату, предоставленную правительством и партнёрами по развитию.